В начале текущего года в городе Надбугом возросло количество дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции УВД Бресского обл. исполкома провели акцию Европротокол, чтобы напомнить водителям о существовании подобных бланков. В первую очередь они рассчитаны на упрощение схемы оформления документов о ДТП и получение выплат по страховке без привлечения сотрудников милиции. Но для того, чтобы применить подобный бланк, существуют некоторые требования. В первую очередь не причинен вред жизни и здоровью как виновнику, так и потерпевшей стороне. В ДТП могут участвовать только два транспортных средств. Как виновник, так и потерпевшая сторона должны быть трезвы и с документами все должно быть нормально. Также должны быть действующие страховки на автомобиле. Нет разноклассий между потерпевшим и виновником и они сами установили, кто из них виноват. Ну и одно из самых важных условий, они сами должны разобраться по поводу ущерба. Если ущерб не превышает сумму более 800 евро, тогда можно воспользоваться данным видом заполнения ДТП. По статистике автолюбители все чаще и чаще используют бланки европротокола, чтобы упростить решение ситуации. Тем более при незначительном столкновении на дороге. Об этом говорят и сами водители. Ну конечно полезны, потому что они разрешают быстро сводиться и завершить действия в случае ситуации непредвиденной, то есть ДТП. Совместно с сотрудниками ГАИ акцию проводили представители компании «Белгострах». Они также уведомляли водителей о важности использования европротоколов при ДТП, а также дарили участникам дорожного движения памятные подарки. В зимний период сложилась такая тенденция, что порядка 200 заявлений поступает на сегодняшний день, что очень много дорожных транспортных происшествий, что эти погодные условия сыграли свое, так называемое, решение проблемы. И конечно, являясь работником страховой компании, хочу вам сказать, что выгодные условия на сегодняшний день для заключения договора обязательного страхования, есть и комплексное страхование, где при попадании в ДТП будет выплачиваться как виновнику, так и потерпевшему. Данная страховка стоит порядка, конечно, дороже, но она покоит расходы как виновнику, так и потерпевшему. Конечно, самое важное для всех, чтобы дорожно-транспортных происшествий не случалось, чтобы участники дорожного движения по отношению друг к другу были взаимовежливы, тогда удастся избежать многих сложных ситуаций.